Всем привет! Хочу с вами поделиться небольшим лайфхаком на тему осенне-зимней обуви на конюшне. У меня раньше была огромная проблема, особенно вот в такую погоду, как сейчас, когда у нас идет дождь уже второй день, прямо ливень, весь снег растаял. С одной стороны очень холодно, с другой стороны очень мокро и грязно, и вообще непонятно, что одевать. То есть какую-то зимнюю обувь жалко. Резиновые сапоги, но в них обычно уже очень холодно и противно. Я для себя несколько лет назад нашла вот такую вот вещь, как сапоги из Эва, они называются. Их несколько разных контор производят, они все, в принципе, примерно одинаковые. И вот это просто бомба, особенно для тех, у кого, ну скажем так, не идеальная чистота на конюшне. То есть, конечно, если вы приезжаете по расчищенной сухой асфальтовой дорожке, заходите в конюшню, в конюшне берете лошадь из денника, идете в сухой, теплый, чистый манеж, там работаете, потом заводите лошадь в денник и по чистой сухой асфальтовой дорожке садитесь в машину, уезжаете, конечно, такая обувь вам, в принципе, особо ни к чему. Но если у вас лошадь в каких-то более естественных условиях содержится, если там вам надо ходить, забирать ее в леваду по грязи, там, не знаю, ехать с ней в плохую погоду, куда-то в поля там работать, или ходить куда-то там работать, например, на корде, в каких-то полевых условиях, то вот это такие сапоги, это совершенно незаменимая вещь. Сейчас я вам покажу. Вот на примере еще одного сапога. Значит, во-первых, они абсолютно не промокают. Вот это их огромное достоинство. Причем у них вот такая вот подошва, она как-то прямо сплавлена с самим сапогом. То есть тут нет ни клея, ни ниток, здесь ничего не может сгнить, ничего не может отклеиться, рассохнуться. То есть здесь никогда не будет никаких дырок, через которые может проникнуть вода или грязь. Ну, есть только вы не наступите на гвоздь в этом сапоге, или там на какое-нибудь стекло. То есть это не промокает вообще ни при каких условиях. Во-вторых, внутри у этого сапога вот такой вот валенок, и он сделан из какого-то супер-пупер материала. Самое в нем удачное, это то, что вот этот материал отводит влагу наружу. То есть когда у вас ноги потеют, если там в сапоге тепло, и если долго в нем находиться, естественно, ноги потеют. И вот в обычных резиновых сапогах сразу становится очень холодно, потому что нога промокает, нога становится мокрая изнутри. И, естественно, сразу это очень холодно. Вот этот валенок, он выводит влагу наружу. Поэтому нога внутри, и сам этот валенок внутри остается совершенно сухой. И потом, если, например, вот я на конюшне с утра до вечера хожу в этих сапогах, я вечером приезжаю домой, вынимаю из них ноги, у меня совершенно сухие ноги, совершенно сухие валенки внутри, и они вот здесь вот снаружи слегка влажные. То есть их просто вот так вот ставишь, оставляешь на ночь сушиться, и с утра они опять совершенно сухие и нормальные. Вот еще есть вот такая вот модель для модников. Она немножко посимпатичней. И, кстати, валенки у нее внутри, вот они аж на на меху. Ну, это какой-то чебурашка, вот, но якобы рассчитаны на минус 50, то есть в них реально очень-очень тепло. В этих сапогах. Так, пойдем на улицу, попрыгаем, погрязи. Степсель, степсель какой, ой, тарапунька. Можно даже, наверное, вот здесь. Вот, и в этих сапогах можно ходить по любым лужам, по любому говнищу, по любой грязи. Единственное, в чем может быть проблема, это если вы наступите в лужу, которая глубже, чем сапог, то, конечно, у вас внутрь вода зальется. Либо, если уже очень такая вязкая, глубокая грязь, которую засасывает, ну, сапог можно потерять, потому что он не сильно плотно держится на ноге. Вот, часто спрашивают, насколько они скользкие. В принципе, у них немножко рифленая подошва, вот, поэтому не сказать, что они очень скользкие, но на льду они, конечно, скользят. Но они меньше скользят, чем зимой, чем, например, какие-нибудь уги или даже унты. Вот, а так вот в них можно вообще совершенно в любых грязищах ходить. После чего их можно просто вот так вот помыть из шланга или даже в любой чистой луже, если шланга нет. И все, и они как новенькие. Их очень легко одевать и снимать. То есть у них нет никаких ни шнурков, ни молнии, ничего. Вот, то есть просто вставляем ногу и идем. Еще одно их огромное достоинство, даже два. Первое, это то, что они очень мало весят, но при этом у них довольно плотная подошва, то есть нет ощущения, что я хожу босиком там по всяким колдобинам. Но весит каждый сапог примерно грамм 350, причем вместе с вкладышем. И второе огромное достоинство, это то, что они очень дешево стоят. То есть вот сейчас на данный момент они где-то в районе от трех до трех с половиной тысяч стоят. Можно даже за тысячи, за две найти. Это, конечно, их огромное-огромное преимущество. Вот, плюс можно покупать, в принципе, отдельно вот эти вкладыши, потому что, ну да, они могут проноситься вот здесь. Вот, но их можно покупать отдельно. Это тоже дешевле, это в районе тысячи стоит. Вот, так что всем очень рекомендую. Это прям реально панацея. Кроме конюшни, в них можно гулять с собакой, ездить куда-нибудь за город, на дачу, на природу. Конечно, на деловую встречу, на работу в них не пойдешь. Но во все остальные места, в общем-то, почему бы и нет. Всем советую. Пока.